Всем привет! Меня зовут Мила. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня вместе с вами мы приготовим восхитительное каштановое печенье. Для приготовления нашего печенья нам понадобится каштановая мука. Где ее взять? Можно купить, но часто это проблема. И совсем не проблема приготовить ее самому. Для этого необходимы каштаны. Каштаны необходимо запечь. Как их запечь? Посмотрите, пожалуйста, вот здесь. Совсем не сложно. Получаются замечательные ростет. Запеченные каштаны. Выглядеть они должны приблизительно вот так. Вот они. Я их немножко пересушила. Специально для того, чтобы получилась более сухая мука. Вот из таких каштанов, достаточно сухих, нужно приготовить муку. Тоже очень просто. Бросаем в кофемолку. Каштаны. И перемалываем в муку. Получается вот такая замечательная мука шикарного орехового цвета. И не только цвета, потому что каштан – это орех. Получается у нас ореховая мука. Мука готова. Что теперь? Непосредственно начинаем делать тесто. Муку пока отставляем в сторону. Нам нужны белки. Поэтому мы сейчас отделяем желтки от белков. Отделили. Теперь выливаем белки в чашу для взбивания. Ставим максимальную скорость и взбиваем. В белки добавляем буквально щепотку соли и немного сахарной пудры. Продолжаем взбивать. Вот что у нас получается. В эти белки высыпаем нашу каштановую муку. К этой муке мы добавляем немного разрыхлителя и чайная ложка рисового крахмала. Теперь вот это мы аккуратненько перемешиваем. И до конца перемешала. Нам необходимо взять апельсин и немного натереть цедры. Вот в эту смесь. Цедру приблизительно с половинки апельсина. Теперь беру апельсин. Перерезаю его. Нам необходимо немножко апельсинового сока. Приблизительно 2 столовые ложки. Берем стручок ванили. Разрезаем его пополам. Достаем ароматную мякоть. И добавляем в нашу смесь. И теперь все перемешиваем. Перемешали. Наше тесто готово. Разогреваем духовку до 170 градусов. А в это время мы начинаем выкладывать на процветник нашей печеньки. Вот у нас такое шикарное красивое тесто. Без фанатизма, как получается, лепим шарики. Приблизительно вот такого размера, как размер каштана. Вот и все. Вот наша последняя будущая печенька. Теперь мы отправляем все в духовку. Наши печеньки готовы. Нужно им дать несколько минут остыть. Не передать, какой аромат распространился по всей кухне. Попробуйте приготовить это печенье. Я уверена, оно вам очень понравится. Готовьте. У вас обязательно получится.